МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Женщину осмотрели врачи, от госпитализации она отказалась. Дознаватели в Ноябрьске выясняют причины ЧП во дворе жилого дома. Там утром 4 ноября загорелся автомобиль. Происшествие случилось рядом с пятиэтажкой номер 39 по улице Ленина. Возгорание пожарной ликвидировали в считанные минуты. Пока не уточняется, насколько серьезно пострадал автомобиль. Причины пожара специалисты выяснят в ходе доследственной проверки. Рецидивист спустя несколько дней после освобождения из тюрьмы расправился с жителем Ноябрьска. Инцидент произошел 1 ноября в одном из жилых домов. В гости к местному жителю пришел товарищ, ранее отбывавший наказание и несколько дней назад вышедший на свободу. Между мужчинами произошел конфликт. В результате хозяин квартиры был жестоко избит. Позже от множественных полученных травм мужчина скончался. Тело погибшего обнаружили на следующий день 2 ноября. Подозреваемый в убийстве рецидивист с места происшествия скрылся. В настоящее время 30-летний мужчина задержан. Его заключили под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Тюмени силовики задержали местного жителя за неудачную шутку на Хэллоуин. Сотрудники Росгвардии заметили на улице города автомобиль со странным содержимым багажника. Из машины буквально торчали ноги, одетые в джинсы, которые при этом еще волочились по дороге. Росгвардейцы остановили водителя. Тот объяснил, что решил устроить розыгрыш на Хэллоуин. В багажнике оказался манекен. Правоохранители проверили документы у водителя и провели с ним профилактическую беседу. После чего его отпустили. Напомню, стать мобильным репортером рубрики «Ноябрьск. Происшествия» может абсолютно каждый. Если вы были свидетелем чрезвычайной ситуации и смогли заснять происходящее на камеру мобильного телефона, фото и видео оставляйте в официальных группах телеканала.